А тем временем, дорогие сеньоры, герцог сделал все необходимые распоряжения. Он приставил к Санчо своего дворецкого человека ловкого и с ним крова. Для Санчо принесли великолепный костюм и привели мула с вошитым золотом седлом, на которого он взгромозился и тронулся в путь. А следом за губернатором, нарядный новенький сгру, и шел в него осник. КОНЕЦ Листич, которое по замыслу герцога должно было служить для Санчо островом, находилось неподалеку. Поэтому губернатор со своей свитой прибыл туда скоро и без всяких приключений. КОНЕЦ 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 Да-да-да, ну раз человек нуждается, а чего же ему не поможет, а? Ведь верно же я говорю, сеньор? Верно, верно. Вот, прошло порядочное время. Это прибыль от уятной однажды. И говорю, пора бы соседка позаботиться долго. Я ведь это не богатая какая-нибудь. А она, она говорит, да я тебе там рубчу отдала. Да? Да, умерла в своем-то и только. Вот, вот я и привела ее в суд. Пусть примет присягу перед вашей милостью. Знаю, не возьмет она греха на душу, боится ложной клятвы. А, ну, что вы на это скажете, женщина с палкой? Сеньор Губернатор, прежде всего спросите у нее, ведь мы сорок лет живем рядом. Соврала ли я хоть раз в жизни? Соврала ли она хоть раз в жизни? Соврала ли она хоть раз в жизни? Чего не было, хотя бы не было, ваша милость. Она женщина правдивая. Жене соседки, вернее. О, так стану ли я на старости лет свое имя пятнадцать? Вот, вот потому-то я и прошу вашу милость привести ее к присяге. Женщина, вы, женщина с палкой, вы согласны присягру? Сеньор Губернатор, я готова поклясться на чем угодно. Ну, так положите руку на эту святую книгу. Подержи-ка мою палку, соседка. Давай. Так, теперь клянитесь. Клянусь своим вечным спасеньем, что действительно брала у тетки Терезы в долг десять золотых искудов. Вот, вот видите, ваш милый. Клянусь так же, что вернула ей долг полна. Где десять искудов до последнего, а сала из рук в руки. А? Смятого правильнее. Ну, что же вы ставите на эту тетку? Да, что же вы, ваш милый. Чего только не приключаетесь на себе. Голова у меня, что ли, такая дырявая стала. На себе твою палку, тетка Кульчита. Можно в ней идти, сеньор Губернатор. Идите, идите, добрая женщина, сидите. Ваша милый, ваш милый, плакать, мой дедик. Да, да. Стойте, стойте, стойте. Верните, верните сюда ту женщину с палкой. Эй, эй, верните сюда женщину с палкой. Вы меня требовали, сеньор Губернатор? Да, 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 да. Добрая женщина. Дайте-ка мне на минутку вашу палку. Пожалуйста, ваша милость, вот она. Возьмите эту палку, тетка Кереза, и ступайте домой. Ступайте, ступайте, теперь вам заплачено. Ну как же, ну как же, вас милость. Драть я в кучок дерева. Это не стой, гейзи золотых искуда. Стой, 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 или клянусь бородой, я величайший дурак на свете. Сейчас, сейчас вы все убедитесь, способен ли я управлять целым королевством или нет. Раскалите эту палку. Ну что, ну что, ну что, видите, а? Золото, золото. В палке были спрятаны монеты. Мои, мои денежки. Двадцать, милый, сеньор Губернатор. Девицца, лет. Я странно, я сразу приметил, что она, произнося клятву, дала подержать эту палку тут в петербурге. А в палке были деньги. Выходит, что она их вернула. А потом она приспокойно забрала палку обратно. Я и смекнул, в чем дело. Так в трудах и заботах проходило губернаторство Санчо. КОНЕЦ